Дмитрий Житарчук В Екатеринбурге сегодня задержан депутат Государственной думы от Кировской области Вадим Белоусов. Его подозревают в получении взятки в 3 миллиарда рублей. В ближайшее время суд примет решение об избрании меры для него пресечения. По словам адвоката Игоря Трунова, Белоусова вызвали на допрос в Следственный комитет и там задержали. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за покровительство руководству одного из холдингов. Напомню, Вадим Белоусов является депутатом Государственной думы от Кировской области и Удмуртии. В Кирове проведено 149 рейдов по содержанию Кровель. Недобросовестная управляющая компания, оштрафованная на 5 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщают в администрации города. Выявлено почти 2000 нарушений, составлено 78 протоколов. В лидерах антирейтинга компании «Актив Комфорт», «Акор», «УЖХ» и «Вятская управляющая компания». Между тем, на базе единой диспетчерской службы в круглосуточном режиме ведется прием сообщений об опасных крышах и сосульках. Глава администрации отметил, что от Кировчан поступали жалобы на некорректное поведение диспетчеров. Они либо не принимали звонки, либо не перенаправляли их в управляющая компания или административно-техническую инспекцию. Поручено усилить контроль в этом направлении. В микрорайоне Урванцево вместе с новыми дорогами появятся велодорожки, новое освещение, построят ливневку. Об этом сообщают в мэрии. Напомню, что в этом году власти планируют построить новые участки четырех городских дорог по федеральной программе «Жилища». Речь об улицах энтузиастов и капитана Дорофеева в Урванцево продлят и капитально отремонтируют также улицы Мостовицкую и Ивана Попова в микрорайоне «Чистые пруды». Из федерального бюджета на эти цели выделено 519 миллионов рублей. Сейчас готовится конкурсная документация. В планах начать работы в июне. По проекту «Дорога по улице энтузиастов», например, будет состоять из четырех полос с тротуарами и велодорожками. Торги по выбору подрядной организации должны завершиться в апреле. А в октябре дороги будут приняты в эксплуатацию. Планы по ремонту дороги в Урванцево есть. Вот только сейчас проехать по этому микрорайону непросто. Люди жалуются. Тротуаров нет. Вместо дороги одно название. Причем сейчас такая обстановка на многих улицах города. И поездки по таким трассам могут привести к повреждениям машины. Как в таком случае защитить свои права, знает Елена Шарыгина. Секунды невнимательности и полдня в автосервисе. Кировчанка Наталья Жолобова 14 марта попала колесом своей машины в яму на улице Производственной. Скорость, говорит, была приличная. Яму издалека не видно, затормозить не успела. Вот и угодила передним левым колесом в ловушку. Пришлось покупать новую покрышку. Удар был очень сильный. Яма острая, как видно. Пришлось покупать новую покрышку. Потому что автомобилисты не виноваты, что в таком состоянии дороги. Тратить на это деньги, время, очень неприятно. Наталья не стала вызывать сотрудников ГИБДД. Говорит, торопилась. В этом случае она вряд ли сможет получить за эту поломку хоть какую-то компенсацию, пояснил юрист Ян Чеботарев. Хотя водители, если пробили колесо или еще как-то повредили машину в яме, могут зафиксировать в ГИБДД ДТП и после взыскать соответственных, в данном случае от администрации, возмещение всех убытков. Если этого не сделать, то в последующем доказать, что машина получила повреждение именно в результате аварийного состояния дорожного полотна, будет практически нереально. К сожалению, суд не принимает какие-либо свидетельские показания. Именно весной, рассказывает юрист, таких случаев становится больше. Это неудивительно подтверждают сами автолюбители. Фраза «Асфальт растаял вместе со снегом» прочно вписалась в лексикон кировских водителей. Весенними ямами их уже не удивить. Конечно, подвеска страдает, колеса подвела. Объезжаю, что делаю. Качество асфальт ложит. Качество. По-моему, стало намного лучше. Получится. Если никого встречных нет, объезжаем. Если есть, приходится ехать по яме. К слову, некоторые свежие ямы в Кирове уже отремонтированы. Например, на перекрестке улиц Попова-Еворовского. На этот участок часто жаловались жители города. Впрочем, для жалоб у них осталось еще масса адресов. Таких, как улица Комсомольская у ЖД вокзала. Судя по следам старых заплаток, ямы появляются здесь регулярно. К слову, чтобы эти и другие пробойные в асфальте залатать, в администрации выделили 4,5 миллиона рублей. Вот только кировчане уверены, этих денег не хватит на все ямы в городе. Елена Шарыгина, Евгения Бакина, Даниил Кочкин. Бюро новостей Давича. О ремонте дорог и проблемах, которые есть сейчас, поговорим с нашим гостем. У нас в студии член рабочей группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог при общественной палате региона Константин Сичихин. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. В сюжете мы узнали, что на ямочный ремонт в этом году выделено 4,5 миллиона рублей. Много это или мало, как вы считаете? Конечно, это не та сумма, не та значительная, чтобы отремонтировать все ямы, кировские ямы, которые есть на сегодняшний день. При том, что дорога только начинает скрываться, и еще того шквала ям, которые, по сути, происходят в межсезонье, это между зимой, в основном, когда идет большое таяние снега, они еще будут проявляться и все больше и больше. А по какому принципу сейчас отбирались участки, где провести ямочный ремонт? Ну, принцип, все вероятнее один, это предписание ГИБДД на сегодняшний день. Это самые глубокие ямы. Да, это самые глубокие ямы, это самые проблемные участки дорог. Вот принцип такой сейчас на сегодняшний день. В такую погоду все-таки можно латать ямы? Есть, наверное, соответствующие технологии у нас сейчас? Да, соответствующие технологии есть. Погода у нас плюсовая днем. Почему нельзя латать? У нас минус 10 латали ямы. По крайней мере, большого технического регламента в рамках ямочного ремонта не установлено. Некоторые хиперсокировчан пишут в соцсетях, это смущает немного, то, что там в сырости, в снег и так далее. Ну, при ямочном ремонте, вы сами понимаете, что практически гарантийных обязательств со стороны подрядчиков их нет. Да, в контракте прописано 6 месяцев, но 6-7 месяцев любой ямочный ремонт простоит. Это не 4 года. Ямочный ремонт – это некая временная мера или это попытка сэкономить на каком-то более масштабном ремонте? Нет, это всегда временная мера, чтобы устранить те дорожные неисправности, которые есть, чтобы водителям на своих транспортных средствах было ездить более-менее комфортно, а не чинить свои колеса постоянно. Вот по вашим наблюдениям, ямы появляются на дорогах, которые очень давно не ремонтировали, либо вот дорога недавно отремонтирована, допустим, там позапрошлом году и уже ямы? Нет, в основном все ямы появляются на дорогах, которые ремонтировались давно, либо которые совсем не ремонтирулись годами в Кирове. Либо ремонтировались только ямочным ремонтом, это мы наблюдаем улицу Щерца в районе улицы Производственной, там участок ужасный, надеюсь, в этом году он войдет в список ремонтных улиц. Также есть небольшие участки по улице Ленина, которые сейчас в ямочном ремонте. По крайней мере, в основном все ямы появляются на тех участках, которые не ремонтировались годами. Вот данный вид ремонта кто-то контролирует, вы общественники, либо какой-то контроль вообще ведется за ямочными ремонтами? Понятно, что со стороны дирекции дорожного хозяйства есть контроль на сегодняшний день, но и мы с какой-то точки зрения раньше контролировали, сейчас не вижу смысла контролировать эти ямочные ремонты, так как на сегодняшний день он укладывается согласно тех технологий, которые прописаны. Чего ждаете от этого года? Насколько масштабно будет у нас реконструкция? Ожидания положительные только по той причине, что мы видим, что улучшение дорожной инфраструктуры города Кирова с годами все лучше и лучше. Коэффициент полезных дорожного покрытия и коэффициент, который требуется по нормативу, мы улучшаем в дорожной инфраструктуре. Если в этом году будет, а в основном в этом году будут ремонтироваться магистральные улицы, где интенсивность движения основная, это практически Октябрьский проспект. Там проблема назрела уже. Да, там назрела проблема, так как большая интенсивность и общественного транспорта, и совсем транспорта города Кирова, также будет ремонтироваться про улицу Щерса, про которую я рассказывал. Это от улицы Производственной до улицы Попова, так как там участок тоже в не лучшем состоянии. Также будут ремонтироваться улицы Ленина. В основном акцент будет делаться на основные магистральные дороги, где интенсивность движения зашкаливает. Мы сегодня спросили у Кировчан в нашей группе ВКонтакте, дороги в этом году будут лучше, чем в прошлом, отвечают. Подавляющее большинство, чуть больше, 60% сомневаются, что дороги станут лучше, чем в прошлом году. Ты, например, уверен в том, что... Все равно дороги становятся лучше, и мы с вами наблюдаем, что ямочного ремонта становится, во-первых, меньше, да, качество инфраструктуры дорожного покрытия становится лучше, да. Ну и я, как постоянный автомобилист, я езжу очень много по городу Кирове, я тоже наблюдаю, что качество есть. Конечно, и хрома от качества содержания уличной дорожной сети, да, но это отдельный уже разговор. Большое спасибо, что пришли, ответили на вопросы, но мы продолжаем. Фонтан с потолка, с наступлением отепели. Некоторые кировчане жалуются, что крыши их домов под тяжестью снежных масс прохудились. Как добиться справедливости и сделать ремонт за счет управляющей компании, выясняла Евгения Бакина. Организатор водного шоу – управляющая компания. Однако Юлия Шиляева такого представления не заказывала. Всю зиму, со слов хозяйки, крышу дома по адресу Октябрьская, 24, не чистили от снега. В итоге кровля, которая и так еле дышала, прохудилась. Теперь вся вода бежит в квартиры людей. Юлия от наводнения спасается тазиками и даже клюшкой. Говорит, ей проще вычерпывать воду из потолка. Проводка проходит, мало ли что замкнет. Все равно дети тут страшные. Поэтому там, где течет, а именно в детской и большой комнате, сняли люстры. Теперь вместо них красуются светильники, сделанные своими руками. Один здесь на шторе, а другой в углу. И такой вот ночечек включаем на ночь. Все, больше нет. Конечно, света мало, не хватает, но что делать? Поим все, замкнет. Затопление коснулось и Ольгу Злобину. Она живет в этом же доме. От ремонта в ее квартире не осталось и следа. Вода испортила потолки и стены. Сейчас на них темные разводы от воды. У нас начала бежать крыша. Сами видите, уже дыра разъехалась. Все это у нас просто ручьем стекает, когда дождим. А в комнате натяжной потолок провис под тяжестью обвалившейся штукатурки. В прошлом году, если бы не потолок, где здесь детский стол, то я думаю, что могли быть последствия там. А вот девушке из Саратовской области повезло меньше. Во время занятий в музыкальном колледже на студентку рухнул сырой кусок штукатурки. Причина все та же – плохая крыша. Пострадавшую госпитализировали на месте. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга. Ольга и Юля боятся, что из-за бездействия управляющей компании в их квартирах может произойти подобное. Страшно за детей, потому что проводка может замкнуть. Ну, вообще страшно за детей, потому что дети ходят, маленькие ползают. Если затопило, Андрей Воробьев, эксперт в сфере ЖКХ, дает краткую инструкцию. В первую очередь нужно обратиться в аварийную службу своей управляющей компании. Для того, чтобы та зафиксировала факт потопа, после от управленцев должен приехать специалист. Он оценит ущерб и установит причину утечки. И выдаст этот акт непосредственно собственнику или потребителю. Дальше нужно посчитать, сколько стоит этот восстановительный ремонт. И эту сумму предъявить управляющей организации, так как она отвечает за надлежащее содержание кровли. Если организация не выплатит деньги, тогда, говорят, можно смело обращаться в суд и потребовать компенсацию не только за материальные, но и моральный ущерб. Этого и будут добиваться жители дома по адресу Октябрьская, 24. Они уже устали крутиться в коммунальных проблемах, как их белка в колесе. Евгения Бакина, Денис Тружков, Бюро новостей, Дайвича. Поговорили о прошлом и будущем. Депутаты областного законодательного собрания сегодня встретились со студентами юридических факультетов. Как их называют сами народные избранники, это будущее депутаты региона. Подробности встречи расскажем далее. Пока они еще студенты, но возможно скоро именно им принимать судьбоносное для региона решение. Некоторые из этих воспитанников юридических факультетов уже проявляют интерес к законотворческой деятельности. Участвуют в соответствующем конкурсе при поддержке областного законодательного собрания. Стремятся в молодежный парламент региона. Поэтому на встречу с действующими депутатами ОЗС Аншлаг. Круглый стол приурочен к 25-летию со дня создания областного парламента. Депутат это не просто человек, который пришел и изучая вопросы населения, доносит их до, будем говорить, исполнительной власти. Депутат этот человек должен быть образованный во всех вопросах. Особенно в вопросах юридических. Поэтому я думаю, что то образование, которое вы здесь получаете, оно позволит вам в будущем стать успешным. За круглым столом студенты и депутаты законодательного собрания поговорили об истории развития парламентаризма в Кировской области, а также о роли молодежи в законотворческой деятельности. Сегодня сотрудники уголовной и исполнительной системы принимают поздравления. Торжественное мероприятие в честь 140-летия со дня образования системы прошло в Кирове. Всех, кто несет службу, поблагодарили за достойную работу, вспомнили и о выдающихся сотрудниках. А также представили продукцию, которую выпускают в исправительных учреждениях области. Это мебель, одежда, обувь и даже пищевые продукты. Отмечу, что в оплачиваемой работе задействовано более 5000 человек, а это больше половины всех осужденных. За прошлый год в исправительных учреждениях выпустили продукцию на 800 миллионов рублей. В рамках празднования 140-летия уголовной и исполнительной системы мы подготовили небольшую выставку продукции, которая производится в учреждениях в Синроссии по Кировской области. Основную продукцию составляют лесозаготовки и деревообработки, швейная продукция, продукты питания, а также сувенирная продукция, которая предоставлена более широко на данных мероприятиях. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Взаимовыгодное сотрудничество. Представители опорного вуза и крупного предприятия подписали соглашение. Корма и вещи для животных в приютах. В Кирове завершилась акция «Большая помощь маленькому другу». Получили зарплату, поздравили с днем рождения. Кировщане рассказали, чем запомнился уходящий день. Это «Давича», и мы продолжаем. Не формальность, а полноценное сотрудничество. Так отзываются о старте масштабного проекта представителей Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» и Вятского государственного университета. Руководители организации накануне подписали соглашение о взаимодействии. К слову, это не первый совместный проект между вузом и предприятием. Но, по словам директора Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» Дмитрия Тружкова, это новый формат сотрудничества. Он будет выгоден и вузу, и предприятию. Если коротко о его сути. Студенты в рамках университета будут разрабатывать проекты, которые можно будет реализовать на базе предприятия. Причем работать над проектами будут студенты разных факультетов. К примеру, физики, химики, инженеры, дизайнеры. Цель – не убрать их после в стол и поставить пятерку студенту. Проекты должны быть, что называется, жизнеспособными. Студенты при этом получают реальный опыт, а также возможность заявить о себе. Лучших Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» впоследствии может принять на работу. Студенты будут объединяться в кросс-функциональные группы. Мне кажется, это очень интересно и полезно для студентов и для университета, для нас тем более, когда студенты разных специальностей и направлений под руководством одного института будут решать те или иные задачи. И разовьют все навыки не только по своей специальности, но и как раз именно межфункциональное взаимодействие, достижение конкретной цели проекта, кооперируясь и пытаясь решить задачу совместно. Вот это соглашение было не пустой формальностью, а любви и дружбе было. У нас не тот случай. Мы провели достаточно большую работу подготовителя и наметили целый ряд совместных проектов и мероприятий, которые мы точно будем реализовывать в рамках этого соглашения. Десятки килограммов собачьего корма и макароны в Октябрьском районе Кирова подвели итоги акции «Большая помощь маленькому другу». Напомню, в течение нескольких месяцев в местном центре активности был организован сбор помощи бездомным собакам. Как сообщают в центре, кировчане активно откликнулись на призыв о помощи. В итоге удалось собрать 50 килограммов собачьего корма, 30 килограммов макарон, игрушки, а также различные поводки и прочую амуницию. В ближайшее время все это активисты отнесут в приют для бездомных животных на «Карло Маркса 10». Стоит отметить, подобные акции проводятся регулярно. Следующая запланирована на конец лета. Все подробности можно узнать в центре местной активности Октябрьского района. Ярмарка, различные фестивали и конкурс модельеров. Выходные в Кирове будут интересны. Анонс самых ярких событий смотрите далее. В субботу 16 марта в Кирове пройдет образовательный форум «Колесо обозрения» на базе КЭПЛА. Участниками станут школьники из Кирова и области. На форуме они встретятся со студентами ведущих вузов страны, с победителями предметных и вузовских олимпиад. Пройдут мастер-классы по гуманитарным направлениям. В этот же день юные модельеры Кирова смогут принять участие в конкурсе театров моды, фантазии и образ. Участники в возрасте от 7 до 18 лет представят свои работы и коллекции. Итоги будут подводиться в трех номинациях – «Старые времена», «Новая мода» и «Авторская коллекция». В них свои коллекции представят дети. Конкурс пройдет в инженериуме «ВятГУ» в 11 утра. В Киров придет «Крымская весна». На театральной площади 17 марта развернется ярмарка. Планируется проведение мастер-классов по изготовлению изделий народно-художественного промысла. Заявлен фестиваль национальной кухни. Все эти мероприятия посвящены пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Начало – 9 утра. Закончится праздник в 2 часа дня. Еще одно мероприятие в Кирове приурочено к фестивалю «Крымская весна». 17 марта в библиотеке имени Герцена пройдет бал «Севастопольский вальс». В программе танцевальное произведение русских, советских и современных композиторов, посвященные теме Родины. Бал состоится в Большом читальном зале библиотеки. Начало – в 15.00. 17 марта в 3 часа дня в ОДНТ состоится концерт народно-вокально-оперной студии «Орфей». В этом году студии «Орфей» исполняется 40 лет. В репертуаре певцов, музыка русских и зарубежных композиторов. Арии из опер, романсы, песни советских композиторов, дуэты и трио, квартеты и ансамбли. Такой была эта пятница глазами наших корреспондентов. А вот чем этот день запомнился кировчанам, мы спросили у них. А вот сейчас поздравил одного ветерана войны, которому исполнилось 101 год. Субботин Крайник Васильевич. Ну, сейчас на работу пойду. С собакой вышли погулять. Нет, сейчас мы еще снегу идем. Мы погулять вышли. А так мы сегодня все платим. Собачками готовить куш. Спасибо. А у вас как? У нас все хорошо. Ну да, хорошо. Пятница, да. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok